Пересечение Московской и Комсомольской спустя сутки после аварии. Она взбудоражила весь город. Осколки битого стекла, покорежный асфальт и клочки одежды возвращают пешеходов и водителей, проезжающих авто, к роковому дню 18 июля. Очень страшная была авария, ужасная. Всех жалко, стоит сделать. Но только не просто светофор какой-то, а может быть есть смысл кнопкой нажимать, чтобы какой-то был период времени, чтобы не все подряд нажимали. Потому что я сам водитель, если здесь просто нажал и пошел, здесь с ума сойдешь, будешь стоять. Со всех сторон ездят машины, маленькие дети, тут поликлиника рядом ходит, поэтому всякие аварии бывают, очень страшно здесь ходить. Эта трагедия, когда переходившая по зебре женщина была насмерть сбита, 22-летним водителем «Лады Приоры» получила не только широкий общественный резонанс, но и заставила многих экспертов и общественников вспомнить о проблемах безопасности на дорогах Саратова. Только за 4 месяца текущего года погибло 63 человека. Человеческий фактор, когда отношения пешеход-водитель не работают, по мнению заместителя городского комитета дорожного хозяйства и благоустройства Игоря Гришаева, на сегодня являются главной причиной смертельных ДТП. На пешеходном переходе, как правило, виноват всегда водитель. Пешеходы, те, которые переходят дорогу в неустановленном месте, наверное, виноваты не меньше, чем водители, которые допускают дорожные транспортные происшествия на пешеходных переходах. Вопросы безопасности движения, они в соответствии с федеральным законодательством решаются через места концентрации ДТП. То есть каждый год мы формируем совместно с ГИБДД перечень мест концентрации ДТП, распоряжением комитета дорожного хозяйства утверждаем план ликвидации мест концентрации ДТП и работаем в соответствии с этим планом. Как ни странно, но основная часть дорожных происшествий приходится на центр города. Перегруженные узкие улицы, отсутствие парковок и неотрегулированные светофоры с одной стороны, а с другой – пешеходы, нарушающие правила дорожного движения и действующие по принципу «зеленый – иди, красный – беги». К тому же из 258 саратовских светофоров 49 подмигивают нам еще с 60-х годов и сегодня требуют замены, а 64 вообще не соответствует ГОСТам. Обслуживание светофоров пенсионеров проходит по старинке, в ручном режиме. Вот так, к примеру, на пересечении рабочей Астраханской на днях меняли светодиодный модуль. Здесь мы по профилактике меняем модуль светодиодный, который выгорел половина. Он еще немножечко выгорит и вообще потухнет. У нас очень много уже устаревших светофоров, еще есть даже ламповые, и на них аппаратура очень плохая, то есть она релейная. То есть давно уже она отработала свой срок, но чтобы ее поменять, это надо очень много денег. По мнению специалистов, дорожные аварии являются одной из главных причин смерти именно молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет, а потому снижение факторов риска, в том числе установка и правильная настройка светофоров, может в разы снизить аварийность и смертность. Однако необдуманных решений в дорожном хозяйстве Саратова хватает. Примером тому может служить зебра на Московской между Горького и Гольской, где пешеходам приходится делить остановку общественного транспорта и переход. Парадокс в том, что во время движения по зебре к остановке пикирует автобус или троллейбус, а пешеход не видит угрозу из-за припаркованных машин. Здесь даже знак «пешеходный переход» вырос рядом со знаком «остановка». Не помешала бы кольцевая развязка на пересечении Радищева и Кутикова переходить улицу по зебре без светофора. Горожанам приходится на свой страх и риск. Как говорится, за лихачами со светофорами не набегаешься. Из нововведений установлены на светофорах дополнительные секции с зелеными стрелками. Они заметно разгрузили пробки в городе, ведь поворот направо или налево на красный свет здесь давно напрашивались. А вот зеленые волны, когда благодаря правильной настройке светофоров можно было за считанные минуты дойти, к примеру, от Радищева до Сака-Иванцети, напомнил нам депутат городской думы Евгений Чернов, по неизвестным причинам исчезли вовсе. Мы не видим на сегодняшний момент вообще в городе Саратове у нас зеленых волн. Хотя техническая возможность, комитет дорожного хозяйства, говорю, это возможно. Если есть техническая возможность, если это должно быть, просто этим надо, наверное, заниматься. И, пожалуй, главное, в таком большом городе, как Саратов, нет единого центра организации дорожного движения. О комплексной транспортной схеме чиновники рассуждают уже второй год, но она так и не реализована. Да и комиссия по безопасности дорожного движения, которая должна рассматривать, организовывать и решать все эти проблемы, попросту исчезла. У нас в городе была создана в свое время комиссия по безопасности дорожного движения, в которую вошли представители всех районов города, ГИБДД, общественники, депутаты, работники комитета дорожного хозяйства, работники транспортного управления. Так вот, эта комиссия с прошлого года не собирается. Вопросы безопасности дорожного движения гласно, коллегиально, как раньше это было, не рассматриваются. Предложения, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения от руководителей школ, от граждан активных, которые видят конкретные какие-то на своей улице неполадки, недоработки, от депутатов, просто не рассматриваются. Я считаю, это безобразие, когда администрация создает этот орган для обеспечения безопасности дорожного движения и для рассмотрения всех вопросов, гласно, значит, эту работу сама же и саботируют. Неразбериха в дорожном хозяйстве привела к тому, что когда чиновники не могут справиться сами, они обращаются к высшим силам. Слава Богу, чтобы они были современными процессорами, чтобы они позволяли регулировать фазы светофорные, чтобы они могли выделить отдельную пешеходную фазу, то есть когда пешеход может пройти в любом направлении, хоть по диагонали через светофорный объект. Или рассказывают легенды о том, что чаще всего ломаются саратовские светофоры от ударов молний, которые сжигают их дотла. Именно такая оказия приключилась с единственной новейшей моделью. Получился так же, как раз молния, мы его хотели запустить, а молния его вывела из строя. А где он должен был быть? На политехе. Политех, это политехническая и беговая. Справедливости ради нужно сказать и о дорожных ноу-хау по-саратовски. Так на днях на перекрестке в Московской и Вольской появилась вафельная разметка. Она обозначает участок, на который запрещается въезжать, если по пути следования образуется затор. Если же в целом оценивать ситуацию с безопасностью дорожного движения по десятибальной шкале, то даже чиновники и специалисты ставят ей не выше четырех. А что остается горожанам? В очередной раз вспомнить пословицу о спасении утопающих. А еще наблюдать за тем, как мировые тенденции безопасности на дорогах шагают вперед. В Южной Корее уже есть лазерные светофоры, а одна из немецких компаний с помощью танцующего светофора заставила людей остановиться, а не идти на красный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова